Я в своем интервью Литовской газете объяснял, что наша станция нам нужна для внутреннего рынка электроэнергии, потому что мы не обладаем собственными топливно-энергетическими ресурсами в необходимом количестве. Где-то около 18-20% мы покрываем республики. Мы вложили около 8 миллиардов долларов в модернизацию белорусской энергосистемы, чтобы повысить эффективность топливоиспользования и эффективность в целом ее работы. Мы работаем и реализуется ряд государственных программ по энергосбережению, чтобы снизить на единицу продукции или ВВП потребление энергоресурсов. Мы же знаем и наши эксперты, да и мировая практика везде, что атомная энергия по себестоимости дешевле, чем на органическом топе. Поэтому было принято решение строительства атомной станции у нас в стране. Первое – это экономический вопрос. Снижение себестоимости, выработки электроэнергии будет в целом по стране. Это должно сделать нашу экономику более конкурентоспособной. Как и на внутреннем, так и на внешнем рынке. Второй момент – мы диверсифицируем поставки импортных энергоресурсов. На 5 миллиардов снизится потребность по расчетам специалистов потребления природного газа в стране. Третий момент немаловажный – мы снижаем выбросы вредных газов на 7-10 миллионов тонн. Ну и давайте не забывать, что ядерная энергетика – это новая отрасль в стране, это совершенно другой интеллектуальный уровень развития страны. И кадры надо готовить, и обучать, и атомная станция за собой потянет, и тянет уже сегодня, вовлекает многие отрасли народного хозяйства в это. Не только строители, и поставки материалов, оборудования, приборное обеспечение. И потом надо будет ремонтировать, меняться что-то в процессе эксплуатации. Это очень выгодный для страны проект. И почему мы должны… Ведь же Литва тоже не отказалась окончательно от своего проекта. Она уже прошла этот путь, имея опыт эксплуатации атомных станций, и почувствовала сразу, когда закрыли, у них резко выросли цены на электроэнергию. Почему? Мы не нарушили никаких норм и приняли право на решение. Продолжение следует...